Здравствуйте! Сегодня у нас тема очень большая, объемная. Времени у нас мало, поэтому, к сожалению, придется только читать, а не рассказывать. Уж простите меня, сконцентрируйтесь и попробуйте извлечь ту массу полезной информации, которая будет в данной презентации. Хорошо? Те нормативно-правовые акты, которые выделены жирным шрифтом в презентации, вы можете переписать. Спасибо. Онкологическим больным часто приходится оформлять инвалидность. Это нужно не только для работы, но и также для того, чтобы получить льготные препараты. При этом одного факта установления диагноза недостаточно. Вам придется пройти достаточно длительную процедуру оформления этой инвалидности. Что такое инвалидность? Это такое состояние человека, при котором его способность к различным видам деятельности ограничена ввиду физических, психических или умственных отклонений. Этот термин одновременно является как медицинским, так и юридическим. Это не просто наличие хронического заболевания или патологического состояния, которое ограничивает способности человека. Это еще и особые взаимоотношения человека с обществом. Юридически инвалиды имеют право на пенсионные выплаты и определенные льготы. Они нуждаются в социальной реабилитации для того, чтобы чувствовать себя полноценными членами общества. Что такое понятие инвалида в законодательстве? В статье 1 закона 181 ФЗ от 24 ноября 1995 года в редакции от 29 декабря 2015 года о социальной защите инвалидов Российской Федерации дается понятие «инвалид» и основание определения группы инвалидности. Инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функции организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектов и приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. Что такое ограничение жизнедеятельности? Это полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться, заниматься трудовой деятельностью. В зависимости от степени этого расстройства организма, лицом, признанным инвалидом, устанавливается группа инвалидности. Ну, соответственно, в возрасте до 18 лет устанавливается категория «ребенок-инвалид». Признание лица инвалидом осуществляется нашими федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания устанавливается правительством Российской Федерации. Причины инвалидности. Во время определения группы инвалидности также должна быть указана ее причина. Это важно, так как от нее зависит, на какую пенсию и льготы сможет рассчитывать человек. Официально могут быть указаны следующие причины. Это общее заболевание. Оно может хроническим быть или травма, полученная не на работе. Травма, полученная во время рабочего времени, когда человек находился на территории предприятия по дороге на работу или с работы. Соответственно, профессиональные заболевания, ранения во время военной службы, инвалидность с детства, воздействие радиации у людей, принимавших участие в ликвидации аварии, например, на Чернобыльской атомной электростанции. Для того, чтобы официально была подтверждена та или иная причина инвалидности, человек должен предоставить соответствующие документы. Если соответствующих документов нет, указывается общее заболевание. Бывает так, что инвалидность обусловлена одновременно несколькими причинами. Тогда пациент сам выбирает, какую причину указывать ему в документах. Что такое медико-социальная экспертиза? Медико-социальная экспертиза – это признание лица инвалидом и определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функции организма. Направление на медико-социальную экспертизу. Итак, при очевидном неблагоприятном трудовом прогнозе, когда человек уже находится на больничном листе более 4 месяцев, он должен получить направление на медико-социальную экспертизу. Лечащий врач лечебно-профилактического учреждения, направляя пациента на медико-социальную экспертизу, должен оформить направление, так называемый посыльный лист, о чем указано в постановлении правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года номер 95 о порядке и условиях признания лица инвалидом. Отказ в направлении на медико-социальную экспертизу. Иногда врачи не направляют пациента на медико-социальную экспертизу, говоря о том, что ему все равно не установят группу инвалидности. Знать об этом врачи не могут, так как это не их компетенция, решать вопрос об ограничении жизнедеятельности пациента, хотя и могут высказывать различные свои предположения. Вопрос об установлении группы и наличии ограничений жизнедеятельности решает медико-социальная экспертиза. Направить на медико-социальную экспертизу обязана поликлиника по месту жительства, где пациенту открыли больничный лист и где его продлевают по решению врачебной комиссии. Допускается направление на медико-социальную экспертизу органам социальной защиты, пенсионным фондам, но это бывает редко. Действия в случае отказа в направлении на медико-социальную экспертизу. При отказе в направлении на медико-социальную экспертизу следует обратиться с жалобой к председателю врачебной комиссии, главному врачу и обязательно потребовать справку об отказе в направлении на медико-социальную экспертизу, которую обязана выдать по просьбе пациента, из которой он может обратиться на медико-социальную экспертизу самостоятельно. Это услышали? Хорошо. Оформление инвалидности непосредственно онкологическим пациентам. Она начинается, это процедура оформления инвалидности, с выдачи лечащим врачом направления на медико-социальную экспертизу. В так называемый посыльный лист вносятся результаты общего и биохимического анализа крови, мочи, а также рентгенографии органов грудной клетки, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, проведенные не ранее, чем за полтора месяца до освидетельствования. Кроме того, в зависимости от конкретного заболевания требуется ряд обследований и заключений нескольких узких специалистов. Завершает оформление посыльного листа районный онколог. Затем он оформляет заключение с обоснованием направления на освидетельствование в районное бюро медико-социальной экспертизы, которое вынесет окончательный вердикт. В настоящее время создали регламент, так называемый, по проведению медико-социальной экспертизы, где установлены сроки и последовательность действий при проведении медико-социальной экспертизы. Где проводится такая медико-социальная экспертиза? Непосредственно в бюро по месту жительства, на дому в случае, если получатель услуги не может явиться в бюро, в стационаре, где получатель государственной услуги находится на лечении и заочно по решению бюро. Результатом предоставления этой услуги является выдача справки, подтверждающей факт установления инвалидности, индивидуальной программы реабилитации инвалидов. Максимально допустимое время предоставления услуги 30 календарных дней. Приглашение на освидетельствование направляется получателю в течение 5 дней. В день приема указанное лицо, то есть вы пациент, не должны ждать более 30 минут. Перечень документов также приведен в этом регламенте. Вы можете найти данные, которые я вам сейчас прочитала, в приказе Минтруда России от 29 января 2014 года, номер 59Н, об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги проведения медико-социальной экспертизы. Перечень документов, которые вам будут необходимы при прохождении медико-социальной экспертизы. Это заявление гражданина или его законного представителя, соответственно, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Направление на медико-социальную экспертизу лечебного учреждения. Это так называемая форма 088 дробь У-06. Медицинские документы, куда входит амбулаторная карта, выписки, стационарные рентгеновские снимки и так далее. Копия трудовой книжки, заверенной отделом кадров для работающих и оригинал для неработающих граждан. Документы об образовании, сведения о характере и условиях труда для работающих. Справка об инвалидности при повторном освидетельствовании. Индивидуальная программа реабилитации инвалида, ИПР, так называемая, с отметками об ее выполнении или повторном освидетельствовании. Установление инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы. Переходим к самому сложному. У нас 17 декабря 2015 года вышел приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. В этом приказе, непосредственно в приложении к этому приказу, описаны категории установления инвалидности и условия получения той или иной группы. Приведена таблица, по которой вы сами можете все посмотреть, все свои заболевания и процентовочку. Что такое классификация критерий? Классификация используемой Е при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы определяют основные виды стойких расстройств функции организма человека, которые обусловлены заболеваниями или последствиями травм, и степени их выраженности, а также основные категории жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничения этих категорий. Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан определяют основания установления групп инвалидности и также категории ребенок-инвалид. Что такое классификация основных видов стойких расстройств функции организма человека и степени их выраженности? Что относится к основным видам стойких расстройств функции организма человека? Это нарушение психических функций, сознания, ориентации, интеллекта, внимания, памяти и так далее. Нарушение языковых, речевых функций, устной, письменной, вербальной и невербальной речи. Нарушение голосообразования. Нарушение сенсорных функций. Это зрение, слуха, обоняние, осязание, боли, которые у вас появляются. Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением, статодинамических функций. Это движение головы, туловища, конечностей, в том числе костей, суставов, мышц, статики, координации движений. Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной системы, метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочеводелительных функций, функций кожи и связанных с ней систем. Нарушение, обусловленное физическим уродством. существует помимо этого степени выраженности стойких нарушений функции организма обусловленных заболеваниями или травмами и они оцениваются в процентах и устанавливаются в диапазоне от 10 до 100 процентов шагом 10 процентов выделяется четыре степени выраженности этих стойких нарушений первая степень это незначительные это стойкие незначительные нарушения функции организма от 10 соответственно, до 30%. Вторая степень – это стойкие умеренные нарушения функций. Классифицируется от 40 до 60%. Третья степень – стойкие выраженные уже нарушения у нас идут. Это диапазон от 70 до 80%. И четвертая степень – самая тяжелая – это стойкие значительно выраженные нарушения. Это диапазон от 90 до 100%. Степень выраженности – это стойких нарушений функций организма человека, устанавливается в соответствии с количественной системой оценки, которые предусмотрены приложением к тому приказу, который я вам назвала. На этом слайде я сделала выписку из данного приложения. По наиболее часто встречающейся опухоли – это молочная железа. Видно оттуда? Не видно. Мастектомия. Односторонняя мастектомия всего от 10 до 30%. То есть не попадаете в инвалидность. Двусторонняя мастектомия. Двусторонняя мастектомия, если проведена от 40 до 60%. То есть это уже третья группа инвалидности. Вот такие таблицы по всем заболеваниям существуют. Я говорю, я взяла опухоль молочной железы, потому что наиболее распространенная опухоль. После удаления злокачественной опухоли в течение первых 5 лет после удаления, на первой-второй стадии, когда нет ни удаленного метастазирования, ни метастазов в лимфоузлы, но при двусторонней мастектомии от 40 до 60%, попадаете в третью группу. Далее, если есть метастазирование в лимфоузлы, стадия 1-2, даже при удалении с одной стороны, 50% попадаете в третью группу инвалидности. Ну и дальше на более высоких стадиях. Если, ну дальше я скажу, у меня уже там будет презентация. Понятно, вот вообще, вот общее, что такое, представляю собой, это таблица приложения к этому приказу. То есть каждый может взять вот эту табличку, посмотреть и найти свой диагноз, посмотреть вот эту процентовочку и решить, идти ли ему туда. Если приложением к настоящим классификациям и критериям не предусмотрена количественная оценка степени выраженности стойких нарушений той или иной функции организма человека, то степень выраженности определяется сотрудниками медико-социальной экспертизы. При наличии нескольких стойких нарушений, вот это важно, организма человека, сначала устанавливается максимально выраженное в процентах нарушение той или иной функции, после чего определяется наличие и отсутствие влияния других уже имеющихся стойких нарушений и функций на максимально выраженную. При наличии указанного влияния суммарная оценка степени нарушения функции организма человека в процентном отношении может быть выше максимально выраженного нарушения, но не более чем на 10 процентов. Вот о чем мы говорили тогда. Допустим, у вас имеется односторонняя макст-эктомия и высокое давление у человека на протяжении жизни постоянно. То есть это может суммироваться. То есть 30 плюс 10 – 40. На третью группу вытягиваем. Понятно, да, вот это вот? Слава Богу. Какие у меня все умные тут, эти пациенты, молодцы. Классификация основных видов категории жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничения этих категорий. К основным категориям жизнедеятельности человека относятся способность к самообслуживанию, к способность к самостоятельному передвижению, к ориентации, к общению, способность контролировать свое поведение и способность к обучению трудовой деятельности. Выделяется три степени выраженности ограничений каждой из категорий, которые я назвала. Например, для примера возьмем способность к самообслуживанию. Что это такое? Это способность человека самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе использовать навыки личной гигиены. Первая степень – способность к самообслуживанию при более длительном затрачивании времени, дробности его выполнения, сокращение объема с использованием при необходимости вспомогательных технических средств. Вторая степень – это способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств. И, наконец, третья степень – это неспособность к самообслуживанию. Нуждается человек в постоянной посторонней помощи, уходе, полная зависимость от других лиц Точно так же вы можете это перенести на способность к передвижению Либо человек сам передвигается, будет первая степень, но передвигается более медленно, с остановками Либо вторая будет степень только с помощью других лиц какой-то частичной Либо третья степень, соответственно, передвигаться человек без помощи других лиц не сможет Ну и так далее Критерии установления инвалидности Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте 18 лет и старше является Нарушение здоровья со второй и более степенью выраженности стойких нарушений функций организма В диапазоне, соответственно, от 40 до 100% Обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами Приводящее к ограничению второй или третьей степени выраженности Одной из основных категорий жизнедеятельности человека Или первой степени выраженности ограничения двух и более категорий жизнедеятельности В их различных сочетаниях и определяющих необходимость его социальной защиты Критерии для установления групп инвалидности Критерием для установления первой группы, самой тяжелой группы инвалидности Является нарушение здоровья человека с четвертой степенью выраженности стойких нарушений функций организма В диапазоне от 90 до 100% обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами То есть в данном случае способность к самообслуживанию полностью утрачена Инвалид зависит от окружающих, постоянно нуждается в помощи и уходе Способность к передвижению утрачена Человек не может передвигаться без чужой помощи Дезориентация, соответственно, идет Не может общаться человек с окружающими Не может контролировать свое поведение Вторая группа инвалидности 70-80% Способность к самообслуживанию утрачена частично Инвалид в состоянии себя обслуживать и передвигаться, но только с использованием специальных приспособлений Или с помощью окружающих Трудоспособность утрачена Либо человек может выполнять определенные виды работы, но нуждается в специальных условиях Особом оснащении рабочего места посторонней помощи Способность к обучению тоже утрачена Либо человек может обучаться в специальных учебных заведениях по адаптированной программе Либо в домашних условиях Ориентация во времени в пространстве, контроль над поведением, возможность с помощью посторонних Третья группа, самая легкая группа Критерием для установления является нарушение здоровья человека со второй степенью выраженности Стойких нарушений функций организма Диапазон идет от 40 до 60% Обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами Может человек себя обслуживать, применяя специальные вспомогательные средства Передвигаться, но медленнее, чем здоровые люди Способность к обучению сохранена Можно работать, но на более легкой работе Скорость общения снижается, но человек способен усваивать и передавать меньше объема информации Когда мы прошли вот эту медико-социальную экспертизу И выдаются следующие документы Либо справка о группе инвалидности При наличии листка временной нетрудоспособности В нем делается отметка о экспертном решении И индивидуальная программа реабилитации Оформляется выписка из акта освидетельствования На основании которой производится пенсионирование И в трехдневный срок направляется специалистами Бюро медико-социальной экспертизы в пенсионирующую организацию Переосвидетельствование Как часто надо нам проходить? Переосвидетельствование первой группы проводится один раз в два года Соответственно, инвалидов второй и третьей группы один раз в год Если инвалидность установлена без указания срока То переосвидетельствование проводится Либо по личному заявлению освидетельствованного лица Либо по направлению медицинской организации В связи с изменением состояния здоровья Может это переосвидетельствование осуществляться заблаговременно Но не более чем за два месяца до истечения установленного срока инвалидности Существует порядок обжалования решения Бюро медико-социальной экспертизы Если гражданин или его законный представитель не согласны с решением Бюро медико-социальной экспертизы То он это решение может обжаловать вышестоящее бюро Он подает заявление И бюро, проводившее медико-социальную экспертизу В трехдневный срок со дня получения заявления Направляет его со всеми имеющимися документами в Главное бюро Главное бюро в течение не позднее одного месяца со дня поступления заявления Проводит его медико-социальную экспертизу И на основании полученных результатов выносит соответствующее решение В случае обжалования гражданином Главного бюро Главный эксперт медико-социальной экспертизы По соответствующему субъекту с согласия гражданина Может поручить проведение его экспертизы другому составу специалистов Решение Главного бюро обжалуется в Федеральное бюро Но с теми же сроками Соответственно, если все бюро отказали Вы можете самостоятельно обжаловать решение в судебном порядке Спасибо большое за ваше внимание Что посидели тихо Потому что тема действительно сложная Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому